Анализ, проведенный многими исследователями, в том числе и мною, показал, что все недостатки известного нам социализма, так или иначе, прямо или через сложные цепочки причинно-следственных связей, порождены ограниченностью возможностей тогдашних информационных технологий. Мне удалось подсчитать, к какому моменту развития информационных технологий снимет все эти ограничения. И оказалось, что, начиная примерно с 1922 года, управление всем мировым производством из единого центра и, соответственно, единая собственность на все средства производства станет экономически значительно выгоднее рыночного хозяйства. Соответственно, такой общественный переход породит очень много изменений, но теоретически есть возможность провести все эти изменения так, чтобы от них никто не пострадал, зато практически все приобрели что-нибудь несравненно лучшее, чем то, что они имеют сейчас. Технические подробности этого перехода пока намечены лишь в общих чертах, и для точного построения маршрута требуются обширные научные исследования, но сама по себе эта возможность уже вполне очевидна и достоверна. Продолжение следует...